Если у вас сгорел фьюз в сабвуфере, предохранитель, я покажу как его поменять. Открываем отвертка. Вот наш сгоревший фьюз. Обычно здесь бывает запасной. Вытаскиваем его, вставляем здесь. Заказал сабвуфер Сибэя и сгорел фьюз. В конце выяснилось, что он для американской сети 120 вольт. Читал в интернете и нашел, что есть трансформатор. Напряжение переносит с 230 вольт на 115 вольт. Вот этот разъем. Вот вилка, которая на конце. Сабвуфер шел вот с этим кабелем. Подключаем его сюда. А сейчас я покажу, как подключить сабвуфер к аудиокарте. В инструкции у нас написано, что можно подключать кабели, сбалансированные кабели TRS и несбалансированные. Это значит, что мы можем подключать любые кабели. Подключаем мы так. Так. У нас есть два выхода. Справа и слева. Правый выход подключаем на правый вход. Левый выход с аудиокарты подключаем на левый вход. Сабвуфера. С правого выхода сабвуфера подключаем кабель. Он идет на колонку, на монитор. С правой стороны, допустим. Если у вас стоит колонка с левой стороны, тут подключаем кабель с левого выхода и входит в колонку, которая стоит с левой стороны. Все. Можно проверить, если все работает. Включаем. Теперь мы подключим трансформатор. Все работает. Ничего не выскакивает. Сабвуфер я заказал фирмой Monoprice. Размер его 10 дюймов. 10 дюймов. Весит он 20 килограмм примерно. Это у нас звук. Частота фильтра низких частот. Самый низкий у нас 50 Гц. Самый высокий 150 Гц. Частотный отклик от 20 до 150 Гц. Усилитель мощности у нас максимум 200 Вт, если РМС. Максимальный пик 400 Вт. Корпус его сделан из стекловлокна. Это фаза. 0% или 180 градусов. Нужно по комнате ходить и слушать. Ну и в общем все. Это все, что я могу вам сказать. Выключился автоматически. Если его не трогаешь где-то минут 5 или 7, то он отключается автоматически. Как только если я включу музыку, он включится автоматически. Вот у меня сделано авто. Можно вообще выключить. А если сделать он, то будет всегда гореть. Это для педали. Если, допустим, вы делаете музыку, хотите отключить саб, то включаете педаль, чтобы каждый раз рукой не включать, не нагинаться, не включать, выключать. Нажимаете на педаль, он и включается, чтобы послушать звук без него. Ну и потом включаю, чтобы с ним послушать. Только если не знаю, как он будет работать, потому что у меня же колонки подключаются и идут через него. Если я, допустим, его отключаю, то я не могу звук слушать. Его отключаю, и звук не выходит с колонок, потому что он не идет через него. В него входит и в него выходит на колонки. Да, еще хотел вам сказать кое-что, что этот трансформатор очень нагревается, но так, наверное, и предназначен. Он же переносит напряжение, смену тока делает. Так что я каждый раз делаю? Если я уже не слушаю музыку, я сначала выключаю его, выдергиваю вилку, чтобы не нагревался, чтобы остывал. Потому что мало ли что. Всего хорошего, друзья. С вами был Большой Радио.